Всем привет! С вами Диана и Даша. Сегодня мы познакомим вас с нашим личным топом семи самых лучших фильмов, снятых на основе классических произведений. Мы докажем вам, что классика по-настоящему бессмертна. Вы готовы окунуться в настоящие литературные киношедевры? Тогда поехали! Седьмое место нашего хит-парада мы отдаем фильму «Олегин». Это кино берет за душу многих русских зрителей. Несмотря на то, что фильм снимался в Великобритании, в нем можно услышать слова песни «Ой, цветет Калина в поле у ручья». Если вы еще не видели эту картину, то вы просто обязаны ее посмотреть. Итак, напоминаю, несмотря на то, что фильм снимался в Великобритании и США, в нем много русских фишек. Некоторые из городских сцен даже снимались в Санкт-Петербурге. Под номером шесть в нашем хит-параде фильм «Война и мир». Это самая дорогая экранизация классики, бюджет которой составляет 26 миллионов евро. Фильм снят по роману Льва Толстого, прочно закрепившегося в рядах русских литераторов. А теперь пришло время посмотреть на самую дорогую экранизацию классики. Создатели фильма, к удивлению многих, не доверили центральных персонажей родным американским актерам. Роль Андрея Балконского досталась итальянцу, Пьера Безухова – немцу, Наташе Ростовой – француженке. За время работы было отснято 15 тысяч эпизодов и шито 5 тысяч костюмов. На пятой строчке нашего хит-парада фильм «Гордость и предубеждение» в главной роли Кира Найтли. Эта экранизация классики по-настоящему захватывает и заставляет трепетно сопереживать. По мнению зрителей, фильм заслуживает внимания. Актеры подобраны тонко, это важно. Подходящая на главную роль Кира Найтли иногда пользуется попустительством режиссера и позволяет себе чересчур современное поведение на экране, воплощая несколько иной характер, нежели тот, что был тщательно и любовно выписан британской романисткой два века назад. На четвертом месте нашего хит-парада, в котором собраны фильмы, снятые на основе классических произведений, историческая картина «Русский бунт». Финистян по мотивам сразу двух произведений Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачева». Именно название этого фильма вводят многие в своих поисковиках, так как это кино очень нравится ленивым школьникам, которые не хотят читать произведения. В новорусском фильме «Русский бунт» режиссер Александр Прошкин, прибегнув к помощи сценаристов Галины Арбузовой, Станислава Говорукина и Владимира Железнякова, идет как бы от обратного, стремится указать на опасные, разрушительные и беспощадные последствия русского бунта. Под счастливым числом 3 нашего хит-парада фильм Олега Степаненко «Ви», снятый по мотивам произведения Николая Васильевича Гоголя. Экранизация вышла под лозунгом «Самое страшное кино». Брррр, совершенно невозможно смотреть этот фильм в одиночку. Гоголевские мистика и страх, невиданные страшилища, созданные воображением украинского народа, знакомые литературные герои и новые персонажи ожили в новой экранизации классической повести «Ви». И, наконец, «Серебро». Второе место в нашем хит-параде получает картина с участием Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэнс. Фильм является известнейшей экранизацией великой пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Но абсолютно в иной обстановке. Фильм «Ромео плюс Джульетта» действительно заслуживает внимания. 74% критиков давали положительные отзывы о нем. По системе рейтингов Американской киноассоциации фильму присвоена категория PG-13. Это говорит о том, что некоторый материал может быть неподходящим для детей до 13 лет. Вершиной нашего рейтинга является фильм «Тарас Бульба», снятый Владимиром Барско по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Самая громкая кинопремьера последних лет и самый масштабный телепроект канала «Россия». Вложив все силы, создатели проекта искренне надеялись на внимание зрителей и кассовый успех, который они заслужили. Съемки фильма велись в России, Украине и Польше. Съемки фильма велись в России, Украине и Польше. Начавшись в феврале 2007 года, они продолжались 9 месяцев. Батальные сцены, в которых в фильме насчитывается 5, снимались в основном в Каменце-Подольском. В отдельных сценах в фильме принимали участие более тысячи актеров массовых съемок, 150 лошадей и около 100 каскадеров. На этом мы заканчиваем наш хит-парад. И помните, что классика всегда актуальна и современна. Одним словом, классика бессмертна, и мы надеемся, что сегодня смогли вам это доказать. До новых встреч! Пока-пока!